Трехлетняя программа модернизации здравоохранения в регионе успешно реализована. Итоги ее работы подвели на заседание правительства. На лечебное учреждение потратили более 4 миллиардов рублей. Каждый третий рубль из этих денег был направлен на детскую медицину и родовспоможение. Капитальный ремонт или покупка нового оборудования затронули чуть ли не каждую лечебницу региона. В 21 поликлинике проведен капитальный ремонт. В амбулаторно-поликлиническую службу закуплено 242 единицы современного медицинского оборудования на сумму 500 миллионов рублей. Введен единый график работы учреждений. С декабря в 15 лечебных учреждений города Иваново можно записаться через интернет. Работает система пока только в тестовом режиме. Персонал оказался не совсем готов к таким нововведениям. И здесь мы столкнулись с проблемой именно квалификации и обучения кадров. Достаточно сложно нам оказалось обучить средний медицинский персонал, совмещать очередь через интернет, которую они видят на своих экранах, мониторов, с самозаписью и записью пациентов через окно и телефон. Вот как раз с отработкой этого режима, совмещением этих очередей в одну единую структуру мы сейчас и занимаемся. Впрочем, сбои в новой работе случаются и из-за самих пациентов. Некоторых записаться через интернет заставляет не острая боль, а праздное любопытство. Вот уже первый опыт показала. Я звонила соседние регионы, и они тоже подтвердили, что около половины тех, кто записался, записались или из любопытства, или не пришли, но не сообщили о том, что они не придут. И получаются вот эти разрывы и так далее. То есть я прошу понимания, какое-то время и население должно к этому привыкнуть, и мы. То есть мы постараемся, вот Михаил Александрович с 1 января сказал, что мы заработаем, но все равно идеальной ситуации пока не будет. Впрочем, все это дело времени. Обещают, что на прием к врачу в любую больницу Ивановской области через интернет можно будет записаться уже в конце этого месяца. Губернатор пояснил, что первый этап модернизации здравоохранения подошел к концу. Второй этап касаться будет самих медиков. Предстоит решить проблему дефицита кадров. И кроме того, в медицине должны остаться только люди, неравнодушные к своему делу. В качестве примера был приведен недавний случай, когда больной скончался у себя дома, так и не дождавшись скорой. Бывают случаи вот такого позднего приезда, невнимательного отношения. И опять же, мы можем с вами хоть Мерседеса закупить на скорой помощи. Если отношение будет не соответствовать требованиям, то здесь вряд ли мы серьезно изменим отношение людей к системе здравоохранения. Губернатор поддержал идею депутат облдума Анатолия Бурова о проведении в регионе аттестации главврачей. Правда, когда это произойдет, не уточнили. В планах на 2013 год у Департамента здравоохранения две новые программы по развитию системы реабилитации в регионе и по развитию службы детства и родовспоможения. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.